МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Василий Верещагин. Военный или живописец? Художник Верещагин был, на самом-то деле, кроме того, что он был художником, он еще был военным представителем на всех фронтах. Если уж говорить о Верещагине, о его не хобби. Что делал художник-баталист в Средней Азии? Верещагин в составе самаркандского гарнизона выдержал эту осаду. Гарнизон стоял там буквально из порядка 300 человек и несколько орудий. Они смогли, так сказать, выставить порядок там достаточно длительное время. И Верещагин там проявил тоже личную храбрость. Мало кто знает, что знаменитый русский художник-баталист Василий Верещагин был не только замечательным мастером живописи. В его биографии до сих пор невероятно много чистых страниц. Но и это еще не все. Большая часть его дневников, зарисовок с натуры, набросков куда-то пропали. Более того, мало кого из непосвященных допускали к ознакомлению с его архивом. И вот почему. Весь архив Василия Васильевича принадлежал русскому военному ведомству. Таким же на самом деле был великий русский художник. Просто человек, возможно, оказывался в нужное время и в нужном месте. Плюс к всему прочему, как художник, я считаю, он был талантлив. И как человек, так сказать, был с четкой гражданской позиции. Он был предан, так сказать, своей родине. И совершал во имя ее возможные подвиги, которые он мог совершить. Василий Васильевич Верещагин родился 14 октября 1842 года в Череповце, в семье местного предводителя дворянства. У него было три брата. Все были определены в военно-учебные заведения. Еще со времен Екатерины II все мужчины рода Верещагиных служили престолу и отечеству. Трое сыновей Верещагина-старшего исполнили волю родителя. С Василием вышла осечка. Начальство кадетского корпуса прочило Василию Верещагину блестящую карьеру военного. Он был прекрасно развит физически, крепок, вынослив, мастерски владел оружием, знал несколько иностранных языков. Но Василий сильно разочаровал своих всех начальников, когда неожиданно подал в отстатку. Мало кто знает, что Верещагина как лучшего кадета представили великому князю Константину Николаевичу. Тому Верещагин понравился. Парень высокий, статный. «Проси, чего хочешь», — обратился он к нему. Отличник и попросил. Рапорт об отставке. Все были в гневе. Как так? Лучший ученик, заказенный кошт, получивший фундаментальное образование, и вдруг уходит. Отец Верещагина просто пришел в ярость, когда узнал об отставке своего сына. Более того, он просто запретил произносить его имя в своем доме. Но этого скандала наверняка не было бы, если бы еще в раннем детстве Василию, ко дню рождения, кто-то не подарил бы набор цветных карандашей. Мальчик тут же принялся зарисовывать все, что попадалось ему на глаза. Детская страсть к рисованию не оставила его даже во время учебы в элитном военном учебном заведении. Именно поэтому он одновременно учился в рисовальной школе Общества поощрения художников. Василий Васильевич Верещагин закончил Петербургский кадетский корпус. Он туда был зачислен еще 9-летним мальчиком. Закончил весьма неплохо. После этого какое-то время он служил, потом вышел в отставку и поехал в Академию художества учиться в Париж. Василий Верещагин проучился в Академии лишь 3 года. Затем неожиданно уехал на Кавказ. Но зачем? Вот что об этом обстоятельстве говорят архивы. Весной 1863 года молодого отставника неожиданно вызвали в военное министерство. Высокое военное начальство не стало ходить вокруг да около. Верещагину, как начинающему художнику, пророчили блестящее будущее у Мольберта. Но в то же время поинтересовались, не хочет ли молодой художник путешествовать, смотреть мир и рисовать только то, что самому захочется. Но с чего вдруг военные заинтересовались молодым и перспективным художником? Художник Верещагин был на самом-то деле, кроме того, что он был художником, он еще был военным представителем на всех фронтах. Если уж говорить о Верещагине, о его не хобби. Все расходы по путешествиям Верещагина военное министерство взяло на себя. С одним лишь условием, что путешествовать Василий будет по министерским маршрутам. От художника требовалось тщательно изучать все вокруг, рисовать, а потом обо всем увиденном сообщать военному ведомству. Начальник добавил также, что деятельность такого рода может быть очень опасна. Но Василию Верещагину был всего лишь 21 год, и поэтому думал он недолго. Под военной инспекцией на этот, это даже была не разведка, а рекоменцировка, которая набрасывала особо тонкие вещи в противники. Ведь он же спокойно во время среднеазиатских войн спокойно был на территории противника. Рисовал мурзолей, грема, скажем так. А что он еще там рисовал, это трудно сказать. На Кавказе Василий путешествовал по военно-грузинской дороге, беседовал с людьми, изучал нравы и обычаи народов и рисовал. Он довольно долго жил в Тифлисе, где заводил полезные знакомства с местными жителями. Раздавал подарки знакомым, расспрашивал их об отношении к новой власти. А все услышанное записывал в путевой дневник. Молодому Верещагину нравилась такая самостоятельная жизнь, сотканная из путешествий, новых впечатлений и риска. А военное ведомство России было довольно кавказским дебютом молодого дарования. Художники, например, использовались и при гражданской войне в Соединенных Штатах, например, 1861-1865 годов. Более того, там у крупных армейских подразделений эти художники стояли в качестве штатной единицы. Поэтому в отсутствии фототехники художник на тот момент мог подчеркнуть, зайдя, так скажем, со знакомительной миссией в любой город, неизвестный, и сделав соответствующие зарисовки. В 1867 году командующий русскими войсками в Средней Азии генерал-губернатор Константин Петрович фон Кауфман получил из Петербурга секретную депешу о том, чтобы всячески содействовать в передвижениях по округу художнику Василию Верещагину, который скоро прибудет в распоряжение генерал-губернатора. Мало кто знает, что по прибытии 25-летний Верещагин сразу же оказался на передовой в эпицентре войны за присоединение Туркестана к России. Именно тогда Верещагину пригодились навыки, полученные за время учебы в кадетском корпусе. Он наравне с другими военными защищал Самаркандскую крепость от тогдашних басмачей, ходил в разведку и даже дрался в рукопашных боях. В тех обстоятельствах гарнизон русских войск уже приготовился умирать. И тут рисовальщик Верещагин взял командование на себя. Крепость отбили. Когда Константин Петрович фон Кауфман вернулся в Самарканд, солдаты признались ему, что если бы не Василий Васильевич, нас бы здесь уже не было. Верещагин в составе самаркандского гарнизона выдержал эту осаду. Порядка 50 тысяч участвовало жителей в осаде Самарканда. Гарнизон стоял там буквально из порядка 300 человек и несколько орудий. Они смогли, так сказать, выставить порядок там достаточно длительное время. И Верещагин там проявил тоже личную храбрость, когда уже нападавшие практически преодолели городской вал и захватили несколько орудий. Он штыковой атакой поднял остатки гарнизона и ему удалось отбить эту атаку, тем самым решив участь этой осады. Вот за это он был награжден Георгиевским крестом четвертой степени. После окончания военных действий Василий Верещагин перебрался в Ташкент, где много ходил по городу, восточным базаром, сиживал в Чайхане, участвовал в рейдах по завоеванным территориям и никогда не расставался со своим путевым дневником. В 1868 году он напишет из Самарканда, что люди здесь жутко бедны и невежественны, что об утверждении православия и русских обычаев речи идти не должно. Ислам здесь навсегда. В частности, в Средней Азии он занимался такой, я думаю, разведывательной деятельностью, когда он приезжал, допустим, в ту же Бухару, прописывал какие-то определенные укрепления, то есть прописывал позиции войск бухарских, прописывал перевалы, прописывал какие-то определенные аспекты. В том же году молодой художник отправился в разведывательный поход на север Китая. В те давние времена это была зона российских интересов. Но чем же занимался художник в тех полупустынных местах? А вот чем. Он описывал горные перевалы Киргизии и в северном Китае. На тот момент там шла война, в которой китайский правитель уничтожал мусульманское восстание. Россия в те времена была совсем не в дружелюбных отношениях с китайским правительством. Поэтому этот регион, населенный уйгурами, рассматривала в качестве своих колониальных интересов. Почему-то мы решили, что Вещагин был художником. Это однозначно. А рисование картин, великолепных картин, надо сказать, это было его хобби. Потому что его государственная должность была военный инспектор. За участие в среднеазиатской кампании молодого художника щедро отблагодарили. У Василия Верещагина появилась собственная мастерская в Париже. Прошли две персональные выставки картин в Петербурге. Несколько картин для своей знаменитой галереи купил московский меценат Павел Третьяков. При этом государство не купило ни одной картины Верещагина. И молодой художник был очень оскорблен этим обстоятельством. По этой причине он сжег несколько своих картин и отказался от звания профессора, которую ему присвоила в 1874 году Императорская Академия Художеств. Столичные критики в Петербурге ополчились на батальные сцены. Особенно досталось картине «Апофеоз войны», которая была заключительной в туркестанской серии. Критикам не хватало на картинах Верещагина, генералов и прочих начальников. Не находили они и поверженных басурман. Верещагин проглинал тупых критиков. Они ведь ничего не знали о войне. Они не догадывались и о его другой тайной жизни. И о своей картине «Апофеоз войны» сам Верещагин говорил, что если не пересчитывать ворон на ней, то это просто натюрморт. Примечательно то, что на Петербургской выставке император Александр II вместе с цесаревичем, а затем и будущим императором Александром III очень негативно высказались по поводу картины Верещагина. Однако через месяц на Верещагина посыпались почести и почетные звания. Это говорит о том, что императору, скорее всего, доложили, что Василий Верещагин не просто художник, а творец, который помогает империи стать мощнее. Я, например, очень высоко ценю творчество Верещагина, потому что картины отражаются весьма реалистичным эффектом. То есть это, можно сказать, что великолепные фотографии того времени. Он очень хорошо передает среднеазиатский быт, среднеазиатское небо. То есть гамма красок соответствует, в общем, действительности. То есть, по сути дела, так не каждый фотоаппарат передаст, как рисовал их Василий Васильевич. Василий Васильевич вообще входит как бы в художники-баталисты. То есть его творчество всегда было связано с вооруженными конфликтами. Русско-турецкая война. Куда исчезли наброски художника? Были внедрены, так сказать, агенты турецких спецслужб. Возможно, что касается Верещагина, здесь существует версия, что один из таких агентов, который заработал при штабе, он как раз является тем самым человеком, который похитил этюды Верещагина, ну, поскольку на них была отображена определенная информация разведывательного характера. Порт Артур. Как погиб Василий Верещагин? 31 марта 1904 года рейд Порт-Артура потряс чудовищный взрыв. Это японские минеры сработали четко, и флагманский броненосец Петропавловск просто перестал существовать. Василий Васильевич Верещагин и Степан Осипович Макаров погибли в числе первых. В работах художника очень много написано сцен среднеазиатского быта, где в картинах прописаны крепостные ворота, узкие улочки и так далее. Это объясняется тем, что среднеазиатские города на тот момент представляли собой, как правило, крепостные сооружения. Состояли из очень узких улиц с большими, высокими заборами и воротами. И когда русские войска заходили в подобный город, было неизвестно, откуда ждать удар. В газетах тогда писали, что Верещагин кистью прокладывает дорогу русским штыкам. Когда подобный художник появлялся и писал, например, улицу, как правило, 3-4 улицы, видел, куда заходят вооруженные джигиты, откуда они выходят, куда заносится вооружение и так далее. То есть он мог написать какие-то ворота, которые могли бы уже потом распространены среди бойцов, которые знали, что в этом городе стоит опасаться именно вот этих ворот, откуда может быть неожиданный удар в тыл, соответственно, нашей стороны. Как свидетельствуют засекреченные военные архивы, Василий Верещагин был не только загадочной, но и очень закрытой личностью. Например, до недавнего времени был неизвестен факт, что он просто вычеркнул из своей жизни 19 лет. Мало кто знает, что он был дважды женат. Первый раз он женился в 1871 году в Германии. Его супругой стала Элизабет Мария Фишер. Их брак длился 19 лет. Именно она сопровождала Верещагина в поездках в Индию, Сирию и Палестину. Более того, от этого семейного союза родился ребенок, о котором сам Верещагин упоминал в письме другу. Но, как ни странно это выглядит, нет ни одного портрета Марии Кондратьевны – кисти Верещагина. Почему же художник вырвал из жизни 19 лет и никогда о них не рассказывал и даже не упоминал? Или вот такой факт. Есть документ, который свидетельствует о том, что Верещагин венчался 7 июля 1893 года на Лидии Васильевне Андреевской, девице 28 лет от роду. В этом браке родилось трое детей. Есть портреты и фотографии детей. Есть портреты Лидии Васильевны – кисти Верещагина. А вот Элизабет Мария Фишер не была удостоена чести быть написанной художником. Это большая загадка жизни мастера или очень личная драма? В 1874 году Василий Васильевич уехал в Индию как свободный художник. В своем путешествии он не скупился на оплату проводникам. Забирался в самые дальние уголки страны, где беседовал и расспрашивал местных жителей об окружающей обстановке. Что-то рисовал и записывал. Год спустя в своем донесении из Калькутты он пишет, что России в Индии делать абсолютно нечего. Это прекрасная богатая страна – жемчужина британской короны. А англичане не потерпят никакого чужого влияния. Действительно, скоро англичанам приелся и надоел любознательный и любопытный русский художник, который своими манерами походил на переодетого шпиона. За Верещагином началась слежка, а потом и охота. Мало кто знает, что один раз его хотели утопить, в другой раз – чуть не убили. Если бы не револьвер, то Василий Васильевич погиб тремя десятилетиями раньше. Но что так не понравилось англичанам? Планы оборонительных сооружений, планы стен, планы пристани, пирсов и так далее. Он же рисовал. А потом, может быть, эти планы как раз и зарисованы картиной. Можно и такое предположить. Человек накидал план на Бухарской крепости, а сверху нарисовал мавзолей Тадж-Махал. В 1877 году, когда началась русско-турецкая война, Василий Верещагин был включен в состав адъютантов главнокомандующего с правом свободного передвижения по войскам. Но в стороне от боевых действий Василий Васильевич не остался. Он добровольно уходил на миноносце атаковать турецкий транспорт, где получил тяжелое ранение. Едва оправившись после него, он уехал под Плевну, где участвовал в боях. Позже именно Верещагин написал в военное министерство о том, что война выиграна, а все население Болгарии на стороне русских войск. Поэтому то, что делал Верещагин, он колодцы рисовал, привязывалось это к местности. То есть это было памяткой для тех командиров, которые в то время осуществляли там военные походы. Причем осуществляли их весьма успешно, потому что если смотреть количество вооруженных сил Российской империи и противооборствующих сторон, они различались там иногда в десятки раз. После русско-турецкой войны Василий Васильевич был награжден золотым оружием за храбрость при обороне Шибки и за штурм Плевны. В Петербурге и Москве прошли выставки его работ, которые были посвящены этой войне. Но государство опять не купило ни одной картины художника. От его картин посетители были в шоке. Они никогда не видели таких правдивых работ о войне. Все привыкли к воспеванию славы русского оружия, а на его картинах были смерть, кровь и отчаяние. Некоторые даже стали упрекать Верещагина в том, что он порочит русскую армию. Но это далеко не главная причина апатии художника. Мало кто знает, что при третьем штурме Плевны погиб его младший брат Сергей. Другой брат был тяжело ранен. К этому горю добавились и другие неприятности. В пекле русско-турецкой войны бесследно исчезли или были украдены 40 этюдов о событиях на Балканах. Как рассказывают историки, художник был на грани нервного срыва и даже написал другу о том, что больше не намерен писать полотен на военную тему. Дело в том, что во время Балканской войны в русские части были внедрены агенты турецких спецслужб. Возможно, что касается Верещагина, здесь существует версия, что один из таких агентов, который заработал при штабе, он как раз является тем самым человеком, который похитил этюды Верещагина, поскольку на них была отображена определенная информация разведывательного характера. В 1884 году Верещагин уехал в Палестину и Сирию, чтобы собрать материалы для картин на библейские темы. После своего возвращения он провел свои персональные выставки не только в Петербурге и Москве, но еще и в Лондоне, Париже, Вене, Берлине и Нью-Йорке. Мало кто знает, что организацию самих выставок, перевозку картин, их страховку, аренду помещений взяло на себя военное ведомство. Обходилось это недешево, но при всем при этом назначалась низкая входная плата. Даже бывали дни для бесплатных посещений. Василий Верещагин сам был гидом для именитых посетителей выставок и охотно во всех подробностях рассказывал о картинах, при этом не забывая расспросить гостя о его осведомленности о России. Если же гость хотел купить картину мастера, то отвечал, что это собственность Российской империи. На тот период, когда еще не была развита фототехника, художники имели незаменимую вещь с точки зрения освоения новых территорий. То есть, если мы посмотрим работы Верещагина, то там много очень интересных пейзажных моментов, когда он часто очень пишет в своих работах перевалы. То есть перевал – это основополагающий аспект, который необходимо учитывать в любом наступлении любых вооруженных сил. В начале 20-го столетия в воздухе снова запахло войной. Разгорался спор между Россией и Японией за Маньчжурию. И уже в 1903 году Верещагин из Йокогамы докладывал военному ведомству России, что войны с Японией избежать не удастся. Колониальный аппетит Японии был огромен. Флот и армия прекрасно оснащены. Солдаты преданы идеям Великой Японии. И очень мощная финансовая поддержка со стороны Британии и Америки. Верещагин в Японии всем представлялся свободным художником из Франции. И в подтверждение этому раздает свои визитки с адресом Парижской мастерской. Но к иностранцам в Японии относились весьма настороженно и даже враждебно. Однажды он обнаружил, что его номер в гостинице тщательно и профессионально обыском. После этих событий Василий Верещагин без промедления вернулся в Россию. Год спустя началась русско-японская война. Военное министерство Российской империи в этот раз не настаивало на участии Верещагина в боевых действиях. Он сам настоял на своем назначении и отправился на Дальний Восток. Никакого конкретного задания у него не было. Ему просто жизненно необходимо, хотелось быть участником этого театра военных действий. Василий Верещагин прибыл на русскую военную базу в Порт-Артуре в конце марта 1904 года. И сразу же направился к командующему военной эскадрой, вице-адмиралу Степану Осиповичу Макарову. 31 марта 1904 года рейд Порт-Артура потряс чудовищный взрыв. Это японские минеры сработали четко, и флагманский броненосец Петропавловск просто перестал существовать. Василий Васильевич Верещагин и Степан Осипович Макаров погибли в числе первых. Осенью того же 1904 года в Петербурге открылась большая посмертная выставка замечательного русского живописца, художника-баталиста, Василия Васильевича Верещагина. Открывал выставку Илья Репин, который в своем вступительном слове назвал Василия Верещагина личностью колоссальной и загадочной. Вот что сказал замечательный мастер русской живописи. Он вообще был молчалив, любил тишину, гостей не очень жаловал, к спиртному был равнодушен. Только несколько раз в году выпивал пару глотков красного вина. Это была его жизнь. Он всегда выбор делал сам. И раз сделав, следовал своему выбору без оглядки и неукоснительно. Нам же оставил свои картины чистые и правдивые. Субтитры создавал DimaTorzok